Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на электросамокат. Модель называется Navi Electric Scooter S40. Крайне интересный аппарат в дизайне Tesla Кибертрак. И в принципе это, знаете, прям самый настоящий киберпанк на двух колесах. В любом случае, именно это решение сейчас будет весьма актуальным с точки зрения соотношения цена-качество. Потому что большое количество технологий, но при этом все еще адекватные деньги. И вы получаете максимум удовольствия и максимум вау-эффекта на дороге. А все-таки в случае с подобной техникой это тоже немаловажный аспект. Поэтому давайте будем вместе разбираться, как это все работает. Первое, на что стоит обратить внимание, это, конечно же, руль. Максимально удобный хват. Здесь прорезиненные ручки. В этом плане для меня лично всегда основным аспектом является то, насколько тактильно хорошо ты ощущаешь аппарат. Руль достаточно большой, таким образом мы сможем действительно легко управляться с ним в городе. Разворачиваться даже на небольших пятачках. И, понимаете, я катаюсь на электросамокатах уже лет шесть последних и делаю это ежедневно. Потому как, в принципе, перемещаюсь по городу между локациями, как раз используя данный тип транспорта. Естественно, на своем самокате. И вот в последнее время езжу на данном решении. Что еще интересного и любопытного? Конечно же, здесь есть поворотники. Вообще, на самом деле, фар здесь получается у нас четыре. Это поворотник левый-правый. А также у нас здесь есть передняя фара. Она, кстати, с автоопределением освещенности. То есть, в принципе, можно все это дело даже не активировать. Когда станет темно, соответственно, автоматически включится фара. Весьма удобно. И задний стоп-сигнал. Как и полагается, соответственно, он может у нас мигать в момент того, как мы тормозим. И таким образом передавать информацию о том, что сейчас происходит торможение. Что касается поворотников, то тоже немаловажный аспект. Я к ним уже привык. И время от времени на какие-то маленькие участки дороги ты все равно выезжаешь. И даже едя по тротуару, просто пешеходам дать знать, что вот я там поворачиваю налево. Сейчас, ребят, как бы давайте не будем мне на перерез кидаться. Конечно, издалека сразу люди понимают, останавливаются. Удобно. В принципе, должно быть, по-моему, на абсолютно любом электросамокате. Ну и, конечно, у нас здесь есть звоночек. Он у нас механического толка. Достаточно громкий. Его тоже будет хорошо слышно. Еще один немаловажный аспект, который будет влиять на то, как вы перемещаетесь по городу в рамках данного гаджета. Это 4-дюймовый экран. Он несет в себе информацию о скорости, о состоянии, соответственно, самого электросамоката и, конечно же, заряде батареи. Все максимально наглядно. 4 дюйма более чем достаточно. Он яркий. На солнце видно прекрасно. В этом плане тоже все хорошо. Теперь давайте поговорим про дизайн. Дизайн это достаточно субъективная история. Но именно кибертрак показал нам, что киберпанк, в принципе, в современной жизни имеет право на существование. И может действительно очень круто выделяться среди потока других, ну, уже более-менее привычных, схожие моменты здесь присутствуют. Таким образом, вы получаете действительно такое футуристичное устройство, на котором перемещаетесь в городе. Колеса 10 дюймов. При этом у нас хорошей протекцией. Это большие колеса. Модор-колесо у нас находится сзади. Это 700 ватт. И у нас угол максимальной наклона 18 градусов, куда может подниматься сам электросамокат. Я вам скажу так. Именно при моем весе в 75 килограмм, а по сути это такой, знаете, идеальный вес для любого электросамоката. Если вы ввести чуть больше, чуть меньше, здесь все будет варьироваться. Он действительно чувствует себя максимально уверенно. И уверенно он чувствует себя не только в рамках каких-то практических моментов, и благодаря именно колесам, и мотор-колесу 700 ватт, хотя его мощности, в принципе, хватает за глаза. 33 километра в час он спокойно идет при моем весе. Люди ездили на нем и потяжелее из моих друзей. И, в общем-то, тоже никаких проблем это не возникает. То есть, в принципе, на максимальную скорость вы можете рассчитывать. Благодаря большой батарейке внутри, данный электросамокат легко проедет 40 километров. Но здесь есть нюансы. Вес райдера замерялся в 75 килограмм. Окей, я под эти параметры подхожу. Но важный аспект, что скорость должна не превышать 15 километров в час. Если же мы ездим на максимальной скорости, то будет где-то в районе 30 километров. Проверил лично. Действительно, 30 километров плюс-минус он проезжает спокойно на одном заряде. А это очень крутой показатель для электросамоката такого городского типа, когда вы можете его легко взять с собой, куда-то поехать, перемещаться и так далее. Кстати, по поводу того, что его легко взять с собой, вы можете его сложить. Делается это очень просто. Никаких дополнительных усилий. Буквально в три клика сложили. И если нужно, тут же приехали, разложили. В принципе, в метро с ним спускаться, несмотря на кажущиеся большие габариты, достаточно комфортно. Ездил, проверено, до центра спокойно доезжаешь и дальше уже катишься по своим делам и решаешь их уже без использования общественного транспорта. Круто, однозначно решает. Еще один немаловажный аспект, когда вы перемещаетесь в городе, это возможность кражи вашего электросамоката. Здесь предусмотрена система Apple Find Mine. То есть, это именно решение, которое позволяет вам в любой точке найти ваш электросамокат. Вы подключаете это в мобильном приложении и далее сможете определять геолокацию вашего электросамоката. Даже если случилась, ну вот такая непредвиденная ситуация, что кто-то позарился на ваш новенький крутой электросамокат. Решаемо находится. Можно его заблокировать удаленно. И ты, собственно, получаешь весь тот функционал, на который рассчитываешь. Коль я уже сказал про мобильное приложение, то здесь у нас, конечно же, есть управление всем функционалом. Очень удобно, очень практично. И сам электросамокат будет обновляться по мере выхода этих самых апдейтов. Таким образом, это еще все будет прокачиваться с точки зрения стабильной работы. Еще один немаловажный аспект, который мы должны учитывать, когда перемещаемся в городе, это, конечно же, подвеска. Здесь установлена фирменная система Shockmaster. Она выполнена из стали, которая применяется при проектировании грузовиков. Ну, собственно, в самих грузовиках и выдерживает до 14 тонн нагрузки. А это действительно серьезный показатель. При этом у нас она двойная. Соответственно, здесь на заднем колесе у нас достаточно хорошая амортизация для того, чтобы вы фактически не чувствовали кочки, какие-то препятствия. И да, окей, это работает. То есть вообще вопросов никаких нет. Он мягкий, он комфортный. Он не вызывает именно вот этого чувства, когда ты прям на каждой кочке подпрыгиваешь. Ты плавно едешь, не замечая те неровности на дороге, которые могут тебе попадаться. Ну и двойная система делает еще всю эту историю сильно надежнее. Что опять-таки является серьезным плюсом именно к данной модели. То есть вообще, я для чего это все рассказываю именно в таком ключе? Для того, чтобы у вас было понимание. У этого самоката учтены абсолютно все моменты, которые могут быть вам интересны. И самое главное, играют на то, чтобы у вас ваше перемещение на электросамокате в городе, особенно в большом городе, было максимально безопасным. Кроме этого, здесь у нас присутствует система и АБС, соответственно, электронный АБС. И также это все подвязано на двойном торможении. Соответственно, у нас есть торможение как в электронном ключе, где у нас, соответственно, колесо заднее будет оттормаживать благодаря электромотору, но и физический тормоз никто не отменял, он здесь тоже есть. И он играет, опять-таки, хорошую роль для того, чтобы вы затормозили с минимальным тормозным ходом. А это уже как бы серьезный большой плюс, опять-таки, для вашей безопасности. Интеллектуальные технологии внутри данного самоката на этом не заканчиваются. Присутствует технология Smart BMS. Что это такое? Это как раз контроль абсолютно всех узлов электронных внутри вашего самоката. Каждая поездка, в принципе, оценивает огромное количество моментов через соответствующие алгоритмы, для того, чтобы вы получали не просто информацию о том, что происходит с вашим электросамокатом, но и какие возможные нюансы могут быть. Если нужно, будет отключена батарея и многие-многие другие вещи. Всего там шесть параметров, а это действительно серьезный показатель для того, чтобы вы вообще не заморачивались. Вы понимали, что этот электросамокат может ехать далеко, долго и, конечно же, уверенно. И вы будете в нем уверены. Подводя итоги, я могу сказать, что данным самокатом остался очень доволен. Езжу на нем уже фактически месяц, как на основном. Ежедневно это порядка 10-15 километров минимум. И действительно нравится. Он удобный, он практичный. Он позволяет вам действительно уверенно чувствовать себя на дороге, получать удовольствие от вождения, а это немаловажно, и показывает действительно хорошую скорость перемещения. Да и мотор-колеса хватает, на самом деле, для города за глаза. Управление при этом плавное. У нас здесь есть соответствующий рычажок, за счет чего вы можете градировать даже на максимальной скорости. Когда у вас включен максимальный режим переключения, вы, соответственно, можете градировать в том числе и скорость движения. Она прямо вот максимально-максимально точно будет передаваться на мотор-колесо, за счет чего вы сможете занизить скорость, не переключая этот самый режим. На мой взгляд, учли фактически все моменты. Все, что можно и нужно у этого электросамоката есть. У нас и Apple Find My есть, и есть возможность интеллектуальных систем, для того, чтобы оценивать состояние вашего электросамоката. Мобильное приложение, крутой большой дисплей и многие-многие другие вещи. Поэтому от меня в целом рекомендации, потому что у меня нет вопросов к данному электросамокату, еще с учетом его цены, это действительно очень крутой вариант для всех. Большие пальцы верстаем, на канал подписываемся, внизу есть соответствующая кнопка, нажимаем на колокольчик два раза, если смотрим видео на YouTube, и переходим по QR-кодам на экране в наши телеграм-каналы. В моем телеграм-канале много крутого, интересного, бонусного, эксклюзивного контента, который выходит только там. Скидки, бонусы, предложения, акции, анонсы, мероприятия тоже все там. Ну, а во втором, новости автомобильного мира из Китая. Благо, он сейчас развивает семью мильных шагами, так что всегда есть что-то интересное. Почитайте.